Ну, это нетипично. Это высказывание вы не принимаете, как художник. Ташкент, он был совершенно другим. Эта инерция страшная вещь. У меня не было, собственно говоря, высшего образования. Это была эпоха, когда я не мог определиться, понимаете. Ну, я не могу с вами согласиться. То есть, когда были пиджаки и брюки, сейчас Чопан и Тельпе. Дело в том, что это неожиданность и для меня тоже. Да, Мир Салиджанович, вы один из самых крупных, известных мастеров пластики в Узбекистане. И у вас за плечами огромный опыт, конечно, и жизненный, и творческий. У меня вопрос. Вот с высоты вашего опыта, по вашему мнению, какое качество важно для того, чтобы состояться художником? Не просто быть, а состояться художником. Ну, я думаю, что кроме таланта, ну, талант это, без таланта никакого, понимаете, художника не будет. Это абсолютно, так сказать. Но талант это не все. Значит, я думаю, что самое главное, это все-таки интеллект. Потому что надо суметь изучить искусство предыдущее, проанализировать его, найти, так сказать, какие-то вещи необходимые для своего развития. Это, значит, нужны знания определенные. И без этого никуда не денешься. Я все-таки считаю, что... Ну, я на примере, на примере Волкова Александра Николаевича, моего учителя, можно сказать. Он, ну, сейчас миру он известен. Он был очень хорошо осведомлен старой живописи. Можно судить по его литировкам. Это при мне иногда происходило. Я был мастер этого. Старую живопись он знал. Он любил очень теса. Вот скажите, я многие годы знаю вас и ваши суждения некоторые тоже знают. У вас присутствует стойкое неприятие школы требованием профессионального обучения в художественном вузе. А как же вы вот познавали основы своей профессии? Ну, я не могу с вами согласиться, что я, так сказать, вот отрицаю школу. И наоборот, я вам могу сказать, что школа нужна. Без школы никуда не денешься. Но дело в том, что в моем случае, в 59-м году, вот, тем более я в 58-м году поехал в Ленинград как раз и жил, можно сказать, в академии. Ночевали мы там. В общем, я считал, что в тот период, это современная молодежь непонятно. Или где-то еще непонятно. Но дело в том, что, вот постарайтесь понять, в то время был приоритет идеологии. Вот это вот самое главное было. И мне важнее было сохранить себя. Потому что еще в художественном училище, я вот очень хорошо помню, значит, нас направляли к социалистическому реализму. Ну, так как-то наивно. Вот там некоторые художники старались, напишут, допустим, пейзаж, натур, там что-то с натуры такое все приносит. Нет, это не то. Почему не то? Это же вот правдиво, вот с натуры. Но это не типично. Понимаете, типичное, значит, это должно быть то, что, то, чего требует. Понимаете? То есть немножко приврать, приукрасить. Значит, для меня я считал, что это важнее себя сохранить. И выбрал я для себя, для учебы и для развития Маргеллан, город Маргеллан. Кстати, в свое время Волков мне советовал поехать в Маргеллан. И мне повезло. Мне, в общем-то, еще застал я определенную эпоху. Дело в том, что когда-то, вот мне советский рассказывал, ну, я и сам помню. Значит, Узбекистан, да вот Самаркан, это сказка была. Ну, Беньков, например, он построен на работе с натуры, да. Вот это скажется и Самарканд, он и Ковалевский, они отобразили. Тимуров там, вот так вот. Это у них осталось. Но уже к 50-м годам, тем более 60-м годам, Ташкент, он был совершенно другим. Он изменился, он цивилизовался, как бы, понимаете. Все это было хорошо в каком-то смысле, в житейском, может быть, там и так далее, и так далее. Ну, для художника, художник уже теряет, и даже если сейчас какие-то мотивы, и прочее, прочее. Значит, а Маргеллан в это время, он еще оставался таким, каким-то, он по своей, из-за того, что он далеко от центра. Вот. Кроме того, там музыкальная жизнь очень интересная была. Собственно говоря, наши музыканты, почти все знаменитые музыканты, они из Маргеллана. Ну, вот я на примере вам скажу. Как-то я видел картину известного художника. Значит, он изображал на текстильном комбинате этих швей, ну, вот эти вот, работницы тех. Там стояли две женщины в узбекском платье, но мне было видно, что это натяжка, потому что сделано было вот по канонам, которые учили, вот они, то есть он ставил натурщика, натурщицу в данном случае в определенную позу, в определенной одежде. Но для меня было заметно, что это не узбечки, потому что узбечки так не стоят. И пластика другая. Да, совершенно другая. Вот вы правильно сказали, потому что вот в жизни в Маркеллане там как сидят люди, как там общаются, это же все другое. Художнику это надо знать, понимаете? Поэтому это мне очень много дало. И до сих пор я вспоминаю свой материал, и где это всплывает. А поскольку я скульптурой больше занимался, это сложный вопрос. Почему? Потому что тут нужны традиции. Вот в этом смысле я могу напомнить вам, когда Матвеев, он прозвучал в начале века прошлого, это был такой маэстро, значит, и его журналисты сравнивали с Майолем, Бурделем, если вы помните. А он говорил, не надо меня сравнивать с ними. Ведь у них была многовековая традиция. А у меня этой традиции не было. Хотя уже где-то около 200 лет русская скульптура развивалась. Но это еще, он считал, мне это еще не традиция. Понимаете? Я просто хочу подчеркнуть. Да. И он говорит, я искал в темноте с фонарем. Понимаете? Это, представляете, если Матвеев говорит такое, значит, у нас традиции были прервены, как вы знаете. Да? Значит, и надо было с чего-то начинать. И я, ну, искал везде. Даже в предметах быта. Ну, предположим, нож узбекский. Он имеет определенную форму. Это восточная форма. Она веками найдена. Потом архитектура. Огромную роль играет архитектура. Сейчас я вот, когда смотришь на Бухару, там, особенно сверху, или Хеву, это же абсолютная пластика. Это современная, абстрактная скульптура. Причем, и, конечно, это понятно, что это не европейская скульптура. Это пластика восточная. Понимаете? Особенно, когда разрушается скульптура, это архитектура. То есть теряется симметрия, и вот появляются совершенно неожиданные вещи. Потому что даже изнутри эта архитектура интересна. Вот. Поэтому у меня вот такой вот период появился, где я увлекался руинами. Дамир Сильджанович, как я поняла, вы не хотели идти по не нашим традициям, то есть которые европейской пластике, широко развитой, русской пластике, да, академической. Абсолютно. Вы хотели приникнуть к истокам нашей прерванной традиции. Как я знаю, вы работали в Институте искусствознания, были в археологических экспедициях. Галина Анатольевна Пугаченко. Ну, в этом смысле мне повезло, то, что я несколько лет работал в Институте искусствознания, потому что там работали серьезные люди. Я сейчас не буду перечислять, вы все знаете. Ну, Галина Анатольевна Пугаченко. Ну, не только. У меня, я, например, с удовольствием вспоминаю Федоровича Евгения Федоровна. Это непосредственно мой начальник заведующей лаборатории. Значит, благодаря ей я понял, что такое глина. понимаете, поскольку холчьянская скульптура, она глиняная, из глины, но не простой глины, ее готовили. Она мне объясняла, как китайцы готовят глину, понимаете, и прочее, прочее. То есть, если ты, а, скульптор работает из глины, ты о материале должен знать все, понимаете? тем более, что я предпочел работе, вот такой традиционной работе в жирной пластической глине, потом с переводом в гипс и так далее, и так далее. Мне это не очень, я редко прибегаю к этому методу. Я люблю делать в глине и сохранять ее. Ну, естественно, это обжигать надо, и это позволяет еще делать в свете и прочее. Так что институт был, как бы, для меня определенной школой. Ну, тем не менее, аукеян и вот древняя такая кушанская пластика, я вижу, что повлияли на ваши вопросы. Конечно, конечно. Я уже вам сказал, что я понял, что такое глина, вот как с ней работать и так далее, и так далее. Потом ну, я уже и писал об этом, вот эти вот портреты, в основном головы сохранились там, понимаете. Это потрясающе. Причем меня поражало, знаете, что я почти узнавал людей. Вот одна голова там из этих принцев, она была похожа на моего брата. Вернее, брат был покой. У нас был Абрамов такой, керамист, если вы помните. Я его тоже нашел среди них. То есть они очень достоверные, вот как поемские портреты. Понимаете? И там свои какие-то приемы определенные были, которые... Адамир Салиджанович, вы сформировались как художник в конце 60-х годов. Это говорит о том, что появились узнаваемые темы, музыканты, традиционная музыка, так называемые вещи птицы. Да, и, конечно, стилистика, узнаваемая работа в линии, в шамоте. Вы, наверное, помните, что советскую скульптуру за глаза называли пантура пиджаков и брюк. Лиц там не было, индивидуальности мало было. И вдруг появились совершенно новые мотивы, традиционные музыканты, совершенно в иной пластической манере. Расскажите об этой линии. Ну, дело в том, что это интересная тема. Я люблю смотреть, когда музыканты играют, они преображаются. Это очень выразительные было. И художник не может не обратить на это внимание. Тем более, у меня, я вот говорил, в Маргелане был повод познакомиться с настоящими музыкантами, общаться с ними, понимаете, ездить вместе с ними, прямо на это. Ну, а что касается Цирин, ну, я старался узнать корни какие-то, понимаете, потому что это Цирин, это птица, которая, ну, я не знаю, по-моему, ее истоки идут из Египта, а потом это пошло в Иран, из Ирана к нам, и, в общем, из Ирана я от нас уже в Россию. Вот такая история, примерно, насколько мне известно, я пытался выяснить вот все, что связано с этим. Но мне нравится этот образ, понимаете, мне кажется, что это очень интересно, но, вот когда ее изображают, скажем, реалистичная голова женщины с грудью, да, и птица реалистичная, это не соединяется. Вот, я пытался найти такой язык, который смог бы соединить эти две несоединимые вещи, В этом все дело. Вот, скажем, знаменитые, Сирины знаменитые из музея Востока, она прекрасна, она в этом плане сделала. Древние умели это делать, а вот современные как-то это не очень, понимаете, подходят к этому буквально. Вот, ну, я хотел бы вернуться к Маргеллану. Я забыл вам сказать, что был у меня друг покойный, у него уже нет, Кравченко. Теперь это очень известный, как вы знаете, художник. Дамир Салиджанович, у вас интересная биография, не только творческая. Вот, на волне перестройки вы совершенно неожиданно для всех стали директором крупнейшего нашего музея, Государственного музея искусства Узбекистана. Как это произошло? Дело в том, что это неожиданность и для меня тоже. Я никогда не думал о такой карьере. Ну, и вот я даже, у меня не было, собственно говоря, высшего образования, вот, тем более. Поэтому мне удивительно было, когда пришли сотрудники ко мне музейные. Вот мы хотим, чтобы у нас были директы. Я говорю, я не это, у меня, во-первых, творчество мое, потом я вот с детьми занимаюсь. Это хорошо, что вы будете заниматься. Короче говоря, уговорили меня, значит, ну, почему они обратились ко мне, я так думаю. Во-первых, ну, они знали меня как художника. Во-вторых, они знали меня как реставратора. А потом я достаточно много выставок организовал, в том числе вот первую выставку скульптуры. Это, вы знаете, сейчас это было бы нереально такую выставку сделать. Но тогда это произошло, понимаете. Вот надо было показать все, что есть у нас в плане пластики. Вот. И современную скульптуру. Ну, я начал разговор с Калиной Антольевной Пугаченковой, поскольку от нее зависела часть коллекции, большая часть коллекции, она была в Институте искусства и она вот разрешила показать на этой выставке эти вещи. Объездил я все районы там на ВАИ там и прочее, прочее, все, что могло собрать. И так вот так состоялось каталог был скромненький такой. Вот тогда вот такие возможности были. Надо сказать, для того времени вообще новаторская, кураторская идея связать древность и современность это вообще очень свежо было вообще даже для сегодняшней ситуации. Дело в том, что это показать преемственность, во-первых, многие не знали, что у нас такие корни есть. Ну, я-то в какой-то степени не только я все эти коллекции знал, прекрасные, тем более я работал так, мне хотелось, чтобы скульпторы видели это, знали это, потому что это обязательно отразится на творчестве. Я считаю, что свою роль, в свое время эта выставка сыграла. Будучи директором, интереснее, расскажите какие-то события, которые при вас произошли, какие-то выставки. События. Ну, у меня в основном надо было отчитываться перед Министерством культуры, которым, конечно, моя кандидатура, честно скажу, не очень нравилась. Вот, поэтому комиссии было достаточно, это отвлекало от главной работы. Ну, я считаю, что кое-что, конечно, это был очень тяжелый период, когда мы не могли покупать. Даже зарплату получить, это была, вот сумма купоны, когда были, это была большая проблема, я уже не говорю о закупках. Но, тем не менее, благодаря особенно связям, особенно связям Третьяковской галереи, я знал, что в фондах музея есть хорошие вещи. Мало того, в свое время, когда я был еще студентом, такташ попросил меня, мы с ним жили в одной квартире, мы с ним так подружились чуть не давно, как бы. Он говорит, Дамир, помоги мне, я завтра иду в музей, смотреть в этот самый, работай, значит, там надо будет смотреть, помогать. Ну, я сюда в музей, с удовольствием пошел, и вот мы разворачивали эти рулоны, все это было в рулонах. Я смотрю, Кандинский, который сейчас везде, понимаете, один, второй, там еще Попова, и так, я уже знал тогда уже, что это за художники, ну, это в определенное время это все было снято с экспозиции после 20-х годов, да, и лежало вот до, так сказать, до того, как я пришел, собственно говоря. И вот первым делом, собственно говоря, я стал поднимать, но там была проблема привести в порядок, денег нету, но мне помогла, значит, Третьяковская галерея. Мы договорились, что они там три месяца экспонируют ее, но зато приводят в порядок эти картины и так далее, и так далее. Некоторые работы я, так сказать, пострадавшие я за свои деньги в этот самый реставрировал, хотя меня обвиняют в руководстве. Ну, это бывает. Интересно. Была выставка, я ее не назвал авангардом, потому что хотелось показать не только авангардные работы, русское искусство, но, в общем, авангард впервые был показан на этой выставке. Значит, благодаря вам вот эти вещи, эти работы были введены вновь в контекст, и они сейчас присутствуют в экспозиции. В общем, да. Ну, это же Гордос музей. Это большое дело, да. Это же Гордос музей. Вот еще одна сфера вашего, проявление вашего таланта, вашей энергии кипучей. Детская студия. Это очень интересное явление, на мой взгляд. Ну, детская студия, понимаете, в чем дело? Чтобы объяснить это, это объяснить трудно. Как пришли дети? Ну, ко мне все время приходили дети. А потом уже вот в 86-м году как-то стали, эта система стала. Понимаете? Поначалу это вот было здание, которое мы отвоевали, там не только я преподавал, еще до вас, там еще кто-то, я сейчас не помню, несколько художников. Бесплатно занимались, это было интересно, все. Это была эпоха, когда я не мог определиться, понимаете? С одной стороны, соцреализм, который я никак не мог примкнуть. С другой стороны, обратное, нонконформизм, который, честно говоря, мне тоже не грел. Понимаете? Мне вот эта мрачность, это меня это немножко отталкивало. И я считал, что, ну, конечно, это для меня, так сказать, таким маяком был Волков среди художников серьезных, это мой учитель, это все. Но кроме этого детское творчество. Я больше сам учился у них, чем учил детей. учить у них, вот у вас там есть вопрос такой, что главное, да, в методике, я могу сказать. У меня были разные периоды, это возраст художники. Ну, во-первых, дети, с которыми я очень любил заниматься. Мне нравилось, как у них какие-то волшебные вещи возникают, потому что фантазии у них это не отнять. И когда я показал в Москве выставку детских работ, там, скажем, Борис Орлов, знаменитый теперь скульптор, он ходил, восхищался, как это можно придумывать некоторыми работами. Это раз. Но и там особых методик не нужно. Почему? Самая главная методика, это создать обстановку, в которой весело и интересно. естественно. Ну и, конечно, технические материалы глины, там, допустим, каркасики и так далее, и так далее. И научить им основным каким-то приемом, чтобы работы в глине. А дальше уже не надо их учить, дальше они сами создают эти вещи. Но потом, где-то после 12-13, они уже там надо учить по-другому. Приходится иногда учить не столько самой скульптуре, сколько пониманию. У нас активно идет строительство и, соответственно, организуется среда. Много памятников ставится нашим предкам преимущественно. Многие воспринимают это неоднозначно, некоторые проявления, некоторые вообще бездарные памятники. Есть ли определенные у вас мнения, отношения к этим явлениям в художественном плане? Ну, вы же сами сказали, что советская скульптура это скульптура костюма. Это джокейская брюк. Я вам должен сказать, социореализм он не просто исчез. Эта инерция страшная вещь. Она до сих пор есть инерция. Поэтому мы в свое время, среди художников, среди скульпторов, разделялась на две категории искусства. Это искусство, которое ты делаешь для себя, то есть ты думаешь, так сказать, языком искусства работаешь, и производство комбинатское, так и называли, это комбинатская работа. Там определенные критерии, там худсовет, и надо было вот так костюм правильно вылепить, и так далее, вплоть до этих на ботинках эти как их застежки там всякие и прочее, прочее. И вот это принимается, понимаете? то, что нужно было бы, нужно было бы, это какая-то индивидуальность, да, какое-то оригинальное решение, оно не воспринимается, к сожалению. И не знаю, когда это произойдет, потому что мы сейчас вот на таком этапе, этот этап надо пройти, к сожалению. И я уже давно смирился с этим казенным подходом, ничего не поделаешь, это жизнь, понимаете? Вот, идолы всегда были. Это должно быть. Вот, нет искусства с культурой, это превращается в идола. Понимаете? Вот, они всегда существовали. Вы знаете, получается, если тогда были пиджаки и брюки, Чопан и Тельпе? Ну, это суть одна. Ну, суть одна. Суть одна. Да. Вот, Дамир Селеджанович, я как-то заметила на выставке современного искусства, где были видеоарты, инсталляции, какое-то ваше ироничное отношение к контемпориарту, современному искусству. А действительно так? Вы не очень его принимаете? Ну, я, знаете, как музейщик сказал бы вам, вы знаете, что вот эти инсталляции, они громадных размеров, да? как правило. Ну, бывают разные, но есть очень впечатляющие, да. Ну, вот как их хранить, допустим? Их не сохранишь. Давно уже музифицируют эти явления. Понятно, но все это не то, понимаете? Можно там это. То есть вы не принимаете, это высказывание вы не принимаете как художник. Понимаете, в чем дело? Вот вы говорите, что я думаю о современной, о современной искусстве. Меня это слово пугает, потому что важнее быть, вернее, ориентироваться на вечные критерии какие-то, а не сегодняшнего дня. Потому что то, что сегодня звучит, завтра уже будет неинтересно. Большинство случаев, если это не подлинное. Нет, многие обращаются современным художником к универсальным проблемам, а не вечным даже. Тут нет семиминутного вопроса. Я имею в виду художественные критерии, понимаете? Я могу ошибиться, я же это самое не... Но вы себя считаете современным художником? Не знаю. Не знаю. Я иногда даже сомневаюсь, художник ли вообще. Вы критичны. Это черта серьезного человека. Вот. Так что... Ну, бывает такое. Ну, что делать? Ну, да. Вот сейчас мне сложно преодолеть. Понимаете? Я работаю, делаю какие-то вещи, и я уже чувствую, что я повторяюсь. А пойти по-другому, это не так просто. Понимаете? Вот. Поэтому художник не может быть спокойным всю жизнь. Спасибо, Данил Санкт-Петербург. Большое вам. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.